Дорогие братья и сёстры, поддержать канал финансово можно двумя способами. Стать спонсором канала, вот здесь есть кнопка, или отправить донат через платформу Buy.me.coffee. Ссылку на неё вы сможете найти внизу под видео в описании. Не забывайте хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, «Ма нақаса малюм мин садақа» «Садақа не уменьшает имущество». Также Аллах в Коране говорит, смысловой перевод, «Имущество тех, которые расходуют его на пути Аллаха, подобно семени, из которого произрастает семь колосьев. В каждом из них по сто семян. И Аллах даёт больше тому, кому пожелает. Он всеобъемлющ и всезнающ». Часто в подобных аятах Всевышний Творец передаёт сомнения людей в этом дне и их удивление, а затем развеивает это удивление своим ответом, научным и убедительным. Например, смысловой перевод, «Нет же, они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и безбожники сказали, «Это нечто удивительное». Неужели, после того, как мы умрем и станем прахом? То есть, неужели мы будем воскрешены, после того, как умрем и станем прахом? «Да это абсурд». «Неужели, после того, как умрем и станем прахом, это возвращение далеко, далеко от реальности?» А Создатель, Аззава Джалля, отвечает, «Мы знаем, что Земля отнимает от них, и у нас есть сохраняющее описание. Ничего сложного». Решил проблему двумя предложениями. Во-первых, мы знаем, что Земля отнимает от них. Когда человек умирает, и его хоронят в землю, его тело разлагается и сливает, разделяется на части, которые рассыпаются и теряются в земле. Они есть. части этого человека. Каких бы малых размеров они ни были, и как бы много их ни было, они не исчезают. Они есть. Но они затеряны в земле. Всевышний Создатель говорит, смысловой перевод, «Мы знаем, что Земля отнимает от них. Эти частички тела человека, которые поглотила земля, которые смешались с землей, мы знаем их и ведем им счет». Всевышний Аллах знает, где оказались частички тела этого человека, как они проникли и смешались с частичками земли. «Мы знаем, что Земля отнимает от них». А затем сказал, «И у нас есть сохраняющее писание. У нас есть реестр, хранящий каждую частичку этого человека, которая превратилась в землю». Существует реестр, который хранит эти частички, их число, количество и место. Что осталось сделать? Какую проблему осталось решить? Осталось их собрать, объединить. Это не проблема. В свете этого Всевышний Создатель обращает наше внимание на магнит, известная всем нам вещь. его подносят к железным опилкам, опилкам, похожим на муку. Смешай пригоршню железных опилок с землей, хорошо перемешай, а затем возьми магнит, поводи им в этой земле. что произойдет? Все частички этого железа соберутся и приклеятся к этому магниту. Не так ли? Всевышний Создатель, сделавший этот магнит способным к притяжению, притянет частицы этого человека и соединит их друг с другом, как пожелает. Не проблема. Нет же, они удивились тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель из них самих, и безбожники сказали, это нечто удивительное. Неужели, после того, как умрем и станем прахом, это возвращение невероятно. В ответ Творец сказал, мы знаем, что Земля отнимает от них, и у нас есть сохраняющее Писание. Вновь Всевышний Создатель передает их удивление. Смысловой перевод. Они скажут, неужели после того, как от нас останутся кости и прах, кости и прах, мы будем воскрешены в новом творении? Скажи, даже если вы станете камнями или железом или другим творением, которое представляется вашим сердцам более значительным, они скажут, кто же нас возвратит? Скажи, тот, кто сотворил вас в первый раз. Они будут покачивать головами перед тобою, говоря, «Ну и когда же это?» Скажи, «Быть может, это произойдет очень скоро». В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой, и будете думать, что пробыли в могилах совсем недолго. Смотрите, какой еще способ. Этот способ бросает вызов. В первом был небольшой научный разбор. Они скажут, «Неужели после того, как от нас останутся кости и прах, мы будем воскрешены в новом творении?» Смотрите на вызов. Скажи, «Не только кости и прах». Нет, «Даже если станете камнями». Скажи, «Даже если вы станете камнями или железом, или другим творением, которое представляется вашим сердцам более значительным». А они скажут, «Хорошо, кто же нас возвратит?» Скажи, «Тот, кто сотворил вас в первый раз». И они будут покачивать головами перед тобою, говоря, «Ну и когда же это?» Скажи, «Быть может, это произойдет очень скоро». А вот другой способ. Клянусь днем воскрешения, клянусь душой упрекающей, неужели человек полагает, что мы не соберем его костей? Конечно. Мы способны восстановить даже кончики его пальцев. И вы знаете, почему он упомянул кончики пальцев. Потому что рисунок отпечатков пальцев очень точный. И отпечатки пальцев каждого из нас индивидуальны. Поэтому он сказал, «Конечно, мы можем это сделать. Более того, мы способны даже кончики его пальцев восстановить». Затем он говорит, «Но человек желает и впредь совершать грехи». Он спрашивает, «Когда же наступит день воскрешения?» Это уже другой способ. «Когда взгляд застынет, луна затмится, а солнце и луна сойдутся». В тот день человек скажет, «Куда бежать?» Смотрите, братья, Коран полон аятов, удивительных в своих формах и способах изложения, которые развеивают подозрения, сомнения тех, кто сомневается в наступлении Дня Воскрешения. Верно, событие весьма необычное, о котором извещает Аллах, аз-за-ваджалля. Но кто о нем извещает? Создатель Вселенной. И кто уверил и обязал самого себя осуществить это? Создатель Вселенной, субханаху ва-та-аля. Поэтому невозможно, чтобы у человека, опознавшего Аллаха, остались какие бы то ни было сомнения в его душе или разуме после всех этих удивительных и разнообразных по своим способам уверений. Таким образом, это первый и самый большой довод в пользу того, что человек после смерти будет воскрешен, будет вновь возвращен к жизни, вечной жизни, ахира. Есть три вида. Земная жизнь, загробная жизнь и жизнь вечная. И все это наряду с доводом разума, о котором мы уже говорили ранее, в начале темы о пророчестве. Если помните, мы привели логический довод, подтверждающий невозможность того, чтобы жизнь человека ограничивалась рождением и смертью. Это невозможно, чтобы кто-то сказал, что жизнь человека ограничивается рождением и смертью. То есть, после смерти ничего. Тот, кто так говорит, предполагает, что это творение, которым является человек, было создано просто так, без особого смысла. Было создано без особого смысла. с человеком, который не верит в Аллаха, мы эту тему не обсуждаем. После темы о Божественном, где мы приводили бесспорные, научные доказательства того, что Всевышний Аллах, Создатель Вселенной, есть. Мы говорим сейчас с кем? с тем, кто уверовал в Аллаха, может ли человек разумный объединять у себя в голове эти две противоположности? Веру в Аллаха, азву аджалля, а вы уже знаете атрибуты Всевышнего, что ему присуще абсолютное совершенство? Веру в Аллаха объединять с тем, что он создал этого человека просто так, бессмысленно. Возможно? Либо ты не веришь в Аллаха, тогда да, ты можешь воображать себе, что весь этот мир лишен какого-либо смысла. Или все же веришь в Аллаха, хорошо, тогда это означает, что ты веришь в то, что он мудрый, всезнающий, расставляет вещи по своим местам. И он сказал, вы думали, что мы сотворили вас просто так, без особого смысла? И что вы к нам уже не вернётесь? Истинный властелин Аллах выше всего и вся. Нет Бога, кроме Него, Он господин драгоценного трона. Перевод смыслов. Не может вера в Аллаха сосуществовать истинная вера. Истинная вера в Аллаха не может сосуществовать с верой в то, что человек вчера появился, его жизнь завершится смертью и всё. Выходит, человек, который был тираном, притеснял остальных, убивал людей, ущемлял права и отнимал чужое, умрёт, и никто с него за это не спросит. А человек слабый, которого притесняли, отняли имущество, попрали его права, обругали, причинили ему зло, также умрёт, и никто не потребует за него справедливости и не защитит его права. И это при том, что есть Господь миров? Нет. Если согласиться с этим, значит, никакого Бога нет. Это невозможно. Тогда, как мы узнали, опираясь на разные научные доводы, что Аллах, аззау аджалля, истина, и что Он есть. Помню, я приводил вам пример. Аллах ни с чем не сравним. Ученики средней школы в конце учебного года организовали праздник и поставили пьесу. Сами её написали и сами же сыграли. На просмотр были приглашены учителя. Открылся занавес, началось действие. В основе сюжета конфликт, который произошёл между людьми. Один несправедливо поступил с другим, отнял у него имущество, ограбил, а этот второй болен, слаб, не смог за себя постоять. Вмешались другие. В общем, резюме первого акта. С одной стороны, группа деспотов, притеснителей, которые вершат произвол, а с другой стороны, слабые, неспособные защитить себя люди. И в этот момент занавес закрылся. Что, в этот момент люди встанут и уйдут? Разве это разумно сказать в этот момент, ну всё, пьеса закончилась, пошли? Нет. Все скажут, давайте посмотрим, что произойдёт с этим тираном, который отнял чужое, что с ним сделают? Не так ли? Давайте посмотрим, что случится с этим несчастным, с которым поступили несправедливо, и не нашлось никого, кто бы его защитил. Вот, все они останутся сидеть на своих местах. Почему? В чём причина? А причина в том, что те, кто сочинил эту пьесу, да, они дети, но они в здравом уме. Это простой пример. Хорошо, это вселенная, в которой мы сейчас живём. В текущем акте мы видим, какие беззакония и несправедливость творятся вокруг. Это множество различных испытаний, на фоне которых выделяются группы людей, олицетворяющих тиранию, несправедливость и произвол, а с другой стороны люди, олицетворяющие слабость, отсталость, немощность и так далее. И есть Господь миров, который сотворил, создал эту вселенную. Как мы можем полагать, что эти дети, ученики, не могут написать бессмысленную пьесу и одновременно полагать, что Господь миров, Господь этих детей творит просто так, без особого смысла? Это невозможно. Итак, перед нами теперь полная картина, доказательств, которые развеивают все сомнения, помогущие возникнуть у человека по поводу Дня Воскрешения. Эта истина, о которой известил нас Аллах, предстала перед нашими глазами так, будто она в действительности произошла. Поэтому Создатель часто говорит об этом событии в прошедшем времени. «И свершилось дутье в горн, и умерли все, кто на небесах, и все, кто на земле». Нужно было бы сказать «И свершится дутье», но для уверения Он говорит «И свершилось дутье в горн». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...